Помогите нам! Вот так, почти умоляя, жители села Быково пытались обратить внимание на свою проблему. После закрытия основной школы, в марте этого года там обрушился потолок, люди шесть месяцев добивались открытия школы в здании, которое обустроили сами. Провели там интернет, подготовили спортзал и кабинет технологии. Но местные власти, ссылаясь на несоблюдение разных норм СанПИНА, вести учебный процесс в обустроенном здании не разрешали. Родителям предлагали возить детей на учебу в райцентр Шипунова, но до него 13 километров. Мы предлагаем и считаем необходимым обратить внимание на качестве работы комитета по образованию Шипуновского района. После выхода сюжета об этой проблеме в эфире нашей программы, к освещению темы подключились и другие СМИ. В итоге ситуацию под контроль взял Народный фронт, а 3 ноября комиссия позволила таки детям обучаться в родном селе. Пришло очень много людей, и бабушки, и дедушки, и жители просто на эту приемку, родители, естественно, и учителя. И при всех комиссия сказала, что все, вы заходите, вы учите. Там были аплодисменты, слезы, сопли. Со вторника? И вот они с каникул, да, со вторника вышли, уже сюда учились. Хочу выразить огромную благодарность. Единственные, кто первоначально на нас обратил внимание. Теперь нам комфортно, спокойно, дети довольны. Все учатся, всем хорошо и все счастливы. Спасибо большое. 46 детей теперь под присмотром. Есть время на занятия в кружках и секциях, радуются родители. И добавляют, осталось дождаться ремонта в основной сельской школе. Напомним, правительство региона подало заявку на включение здания в федеральную программу. Результат по ней должны сообщить до конца года. Мы продолжим следить за ситуацией в Быково. Елена Макаренко. День с толком.